добрый день и сегодня мы с вами повествуя о тех событиях которые связаны с празднованием недели самарянки 5 воскресенье святого пасхального периода святой пятидесятницы мы с вами продолжаем наш рассказ о том месте где эта беседа совершилась колодцы иакова и о том что с ним происходило с этим местом впоследствии в истории православной церкви но свой предыдущий рассказ свою предыдущую беседу мы закончили так сказать на уже второй половине двадцатого века на 70-х годах в связи с появлением в на колодце иакова нового настоятеля новомученика палестинской церкви преподобного филомена надо сказать что действительно по имеющимся свидетельствам это один из вообще величайших святых нашего времени несколько жаль и обидно что его почитание не настолько широко пока распространилось у нас как он того заслуживает потому что это действительно святой которые отвечают на приносимые возносимые к нему молитвы которые явил своей жизни подлинный такой идеал христианской святости и более того запечатлел его своей мученической кончиной поистине такой старстотерпческой который принял совершенно осознанно который готовился можно сказать всей своей жизнью надо сказать что родиной святого филомена был остров кипр и здесь он был рожден в очень большой такой благочестивой семье в которой было 14 детей родителями его были георгий и магдалина у них была небольшая лавка и жили они конечно в такой бедности как и многие другие жители острова кипр но при этом это были люди подлинные какой-то святости великой любви друг друг другу у будущего святого филомена которого в крещении звали софоклес был брат-близнец по имени александр и они были одними из самых младших детей вот этой благочестивой черты георгии магдалины надо сказать что родители святых но вот неудивительно что именно через них господь даровал такого великого святильника как преподобно мученик филомен это были люди очень простые но при этом полные вот какой-то невероятной такой любви к богу друг другу своим детям достаточно сказать что георгий и магдалина они вот как подобно нашим петру и февронии умерли в такой вот великой любви к друг другу что не смогли прожить один без другого и дня причем георгий и магдалина вот уже вот в эти последние дни своей жизни оказались разделены магдалина уехала к своим родственникам где и внезапно стало плохо она уже была очень пожилой женщиной и там она скончалась георгий который находился в другом селе достаточно далеко оттуда у себя в доме он почувствовал что жена его скончалась он сказал магдалина моя магдалина как же я буду жить без тебя и к вечеру этого же дня также представился вот от чувства той разлуки которую он испытал хотя никто из живых не сообщил ему о смерти его супруги вот настолько благочестивый христолюбивые полной любви к друг другу была эта семья надо сказать что вот этих младших братьев близнецов александра и софокла их отличала такая необычайная любовь богу избранничество еще с младенчества по воспоминаниям односельчан младенцы в среду и пятницу подобно многим другим святым известным из вот житьи святых православной церкви не вкушали материнского молока вся деревня об этом знала поскольку совершенно никто не мог их заставить принудить к тому чтобы они в среду и пятницу прикоснулись к материнской груди то есть будучи еще вот такими неразумными младенцами они уже являли такое дарование пустничество к в котором выразилась их последующая жизнь любовь их к богу к монашеству была столь велика что в 14-летнем возрасте юный александр и софокла сбегают из оригинского дома и уходят в один из самых знаменитых известных и в то же время строгих монастырей кубка кипра в монастырь ставравуни расположенные высоко в горах это был очень большой путь за ними туда приехал отец попытался уговорить их вернуться обратно но они решительно отказались и несколько лет два юных брата провели в иноческих подвигах под руководством старцев а надо сказать что старцы монастыряса в ставравуни были выходцами со святой горы афон которые на крит на кипр принесли афонскую традицию в которой и воспитывали своих юных учеников вот они конечно с большой очень любовью тоже к ним относились видя в них таких вот несомненных подвижников православной церкви но к сожалению подвиги и географическое расположение самого монастыря они оказались слишком тяжелы для неокрепших тел юных братьев у них открылся туберкулез им пришлось покинуть монастырь для того чтобы лечиться но они успели познакомиться с представителем иерусалимской патриархии архимандритом тимофеем который нес свое служение на кипре и тут пригласил братьев переселиться в иерусалим и поступить в сионскую семинарию на иерусалиме в иерусалиме где климат более конечно был подходящим для братьев связи с их легочными болезнями и вот молодые братья перед войною второй мировой поступают в сионскую семинарию которую заканчивают самый разгар войны в 40-е годы принимают монашеское пострижение александр принимает постриг с именем элпидий а сафоклес принимают пострижение с именем филомен что значит возлюбленный богом и вот здесь постепенно судьбы братьев расходятся александр хасапис в монашеской элпидий он раньше брата принимает священный стан становится священником несет свое послушание сначала в иерусалимской церкви является настоятельным монастыря святых апостолов в тивериаде затем в какой-то момент переходит в александрийскую патриархию служит в мазанбике в африке затем является представителем александрийской церкви в одессе то есть успевает посетить еще и советский союз затем несет свое послушание в афинах церкви при госпитале ну а затем уже в конце своей жизни уходит на афон где поселяется в новом скиту на афонской горе и умирает ну через несколько лет после своего брата в 1983 году а святой филомен он был как-то более робким может быть внешне застенчивым чем его брат как говорят что даже у близнецов есть старший брат и младший вот сафоклис филомен играет как бы роль такого младшего брата и при этом вот конечно так таких юных лет он привыкает и к смирению и к такому крайнем подвижничеству они настолько бедны что вынуждены зимой для тепла подкладывается набивать свои рясы газетами потому что теплой одежды у них нет и всю свою последующую жизнь и филомен приводит проводит в крайнем таком нестяжании так что патриарх венедикт иерусалимский называет его нищим предтечи что ничь как ан предтеча при этом деньги святого филомена естественно есть он является настоятелем монастыря он получает оплату своего священческого служения но все эти деньги они собирали со своим другом в особый фонд и из этих денег покупали участки которые жертвовали иерусалимской патриархии ну рядом с храмами с монастырями в особенности с источниками воды для того чтобы расширить вот эти церковные владения иерусалимской патриархии настолько бескорыстно было их служение и уже с таких первых самых времен проявляется такая ревность филомена храмах божих свое монашеское воспитание он получает в монастыре святого савы где проводит около двух лет в послушании а затем становится настоятелем храма святых апостолов в твери и здесь его встречает война за независимость 1947 года война между арабскими силами арабским ополчением и еврейскими вооруженными силами новообразованного государства израиль и при этом в твери которые евреи пытаются сделать полностью еврейским израильским городом они предпринимают попытку разрушить монастырь 12 апостолов но этому намерению мешает святой филомен когда туда подгоняют технику для того чтобы разрушить и этот и так пострадавший от бомбежек монастырь перед этой техникой ложится крестом филомен который готов умереть но не допустить разрушения храма в котором он является настоятелем и вот это мужественность святого филомена спасает веренный ему храм веренный ему монастырь впоследствии он проводит свое священническое служение во многих других местах святой земли является настоятелем монастыря архангела михаила в городе яфа возглавляет приход святой варвары в городе рамаула тоже такой одно из непризнанных столиц палестинской автономии прекрасно знает арабский язык и очень любит древнегреческий очень хорошо поет необыкновенно благоговейный служит уже его прихожане начинают замечать что скромный постник отец филомен обладает дарами прозорливости исцеления незаметно маскируя своей дарование какой-то шуткой ли случайностью исцеляет одержимых нечистыми духами то есть святость его постепенно начинает раскрываться вот христианскими общинами православными святой земли и поэтому когда возникает вот такая сложная ситуация вокруг колодца иакова на которой претендует и еврейская община и мусульмане то туда направляют никого другого как святого филомена святой филомен служит в этом недостроенном храме совершая богослужение вот в маленьком пространстве этой крипты вот здесь на иконе которую я взял с собой можно видеть и святого филомена и вот силуэт этого вот небольшого храмика на колодце иакова это очень такое маленькое на самом деле но здесь святой филомен еще при своей жизни у кого циакова видите наполняет из этого колодца водонос каменный ведром воды который сам собственноручно поднял и за вот этим внешним непритязательным видом скромного греческого бачки на самом деле скрывается сила и мужество по подлинного исповедника веры христовой несколько раз святому филомену поступают угрозы ему пишут записки с угрозами приходят евреи которые начинают глумиться в храме над его святынями требует чтобы филомен вынес отсюда кресты и иконы на что филомен сюда очень спокойно вежливо но твердо на иврите которым он прекрасно владел отвечает этим евреям что он настоятель христианского храма что-то святыня уже много столетий находится в руках христиан поэтому христиане имеют на нее столько же прав сколько и евреи и что поэтому он никогда не покинет покинет того места на которое служить его поставил сам господь и вот так вот твердо филомен пресекает все попытки иудеев каким-то образом запугать его и захватить эту святыню в свои руки в конце уже филомену подбрасывает труп убитой собаки с запиской которая гласит что если филомен не уйдет отсюда то его постигнет та же участь и та же судьба но те люди с которым преподобномученик встречался накануне своей кончи накануне своей смерти говорят о том что филомен был совершенно внутренне готов к тому чтобы пострадать за христа он говорил но если суждено мученичество значит пускай так и будет мученичество всех нас спасет говорит он и на все попытки все угрозы все поползновения неизменно отвечать одно и то же я ирий божий и останусь служить там куда поставил меня господь и грозовой дождливой ночью на 29 ноября 1979 года четверо еврейских фанатиков прячутся в монастыре и совершают свое злое дело им известно что этой ночью не будет сторожа который уехал накануне в русалин поэтому еще днем они проникают на территорию монастыря под видом обычных посетителей прячутся в саду подоливами и когда наступает вот эта бурная дождливая ночь стучаться в келью филомену святой филомен который в это время совершает свое монашеское правило вычитывая вечерню а надо сказать что он ежедневно полностью совершал даже если не служил то всегда совершал вычитывал полный круг богослужения православной церкви святой филомен открывает дверь на нем и петрахиль они сбивают его ударом с ног затаскивают келью и начинают мучения у них в руках топор они издеваются над святым старцем отрубают ему пальцы которыми тот старался нанести на себя святое крестное знамение разрубают ему крестообразное лицо затаскивают его в храм сбрасывают его вот в этот нижний храм колодца иакова вся дорога вся келья весь храм и даже до сих пор на лестнице которые ведут вниз вот эти двери вот эта лестница которая ведет вниз колодца иакова если присмотреться можно увидеть крапинки неотмывшейся крови бросаются этого филомена тело его обливают бензином забрасывает гранатами в надежде что начнется пожар и она сгорит сами перелезают через забор и пытаются скрыться но промысел божий а в данном случае наверное попущение божие тут же настигает преступников их окликивает израильский же патруль и после того как они не останавливаются ну естественно они все полностью в крови патруль открывает по ним огонь так что погибает ну по разным сведениям либо один либо второй из этих напавших тоже тех кто остается в живых патруль арестовывают приводят в отделение но не смотря на их вид не смотря на то что они перепачканы кровью их отпускают без всяких последствий не выясняя от чего они в таком виде и почему они так сделали так поступили и что они сделали и как именно поступили и преступники уходят от суда человеческого но не от суда божия святого тела святого филомена оказалось не поврежденного огнем в этом отношении преступники просчитались его находят утром сторож приезжают представители патриархии полиция как могут приводит храм в порядок увозит тело святого филомена и затем начинается история уже его почитание как мученика в русалимской патриархии которая завершается уже официальной коммунизации в 2009 году долгие годы тело святого филомена около 30 лет лежит в храме той самой сионской семинарии где прошли счастливые годы его обучения в духовной школе иерусалимской патриархии и там его настолько любят семинаристы что со всеми своими бедами эти юноши со всеми своими сложностями всегда бегут к гробу святого филомена в храм сошествия святого духа и там приносят ему свои молитвы и он является таким долгие годы наставником и преподаватели учащихся сионской семинарии дважды обретают его мощи сначала буквально через год на сионском кладбище после чего переносят в храм сионской семинарии при этом выясняется что святой филомен совершенно нет ленин но и затем уже из храма его тело перевозит в 2009 году в храм над колодцем иакова который оказался наконец-то к этому времени достроен это тоже совершенно удивительная и такая промыслительная совершенно такая история вот здесь на этой тоже икончике есть фотография такого старичка которого до сих пор можно практически каждый день встретить в крипте или в храме возрожденного вот этого храма над колодцем святого иакова который просто скромно там продают многочисленным паломникам и туристам сувениры в церковной лавке сосудики со святой водой из колодца иакова или просто набирает воду из колодца разливают ее посетителям ведет с ними какие-то беседы этот скромный старичок архимандрит и усти он становится преемником отца филомена но не первым преемником надо сказать что до его настоятельства проходят несколько месяцев за которые нападки нападения на служителей храма не прекращаются еврейские фанатики продолжают нападать на православных служителей иерусалимской патриархии так что одна из монахинь которые несут там все послушание оказывается тяжело ранен ножом на одного из настоятелей тоже совершается вот это вот нападение и трудно найти того кто кто бы принял на себя вот столь опасное служение таким человеком оказывается отец иустин который принимает вот это служение как как крест возложен от него господом и божией матерью вот этот скромный человек на самом деле тоже подлинный святой живой святой нашего времени он пережил больше 12 покушений несколько раз был ранен и всегда господь и святой филомен просто чудесным образом его спасали именно он выжил нападение которое способствовало задержанию одного из убийц святого филомена этот фанатик который не удовольствовался тем что убил святого нападает и на отца иустина с ножом он же убивает и вот эту монахиню а впоследствии на суде ранее нанес тяжелое ранение монахиня которые мы говорили а впоследствии на суде он создается сознается еще в двух убийствах и отца иустина спасают собаки несмотря на то что по нашим представлениям вроде бы и не положено держать собак на святом месте но у отца иустина другого выбора нет и он держит собак как раз таки собаки нападают на его вот этого убийцу который пытался ранить отца иустина и благодаря собакам удается его задержать в другой раз отец иустина пережил покушение на себя благодаря непосредственной помощи святого филомена однажды рано утром он услышал как святой филомен его будет и говорит отец иустина пора вставай иди в храм надо совершать благослужение отец иустина проснулся и вдруг увидел что ну и увидел что времени еще до того как ему надо начинать богослужение еще целый час поэтому он думает что это какой-то случайно такой сон опять ложится и тут на его плечо как он чувствует легла рука святого филомена в знакомому еще при жизни с елеником подряснике который носил святой и он трясет его за плечо и говорит отец иустина скорее вставай и иди в храм только заходи через левую дверь обычно отец иустина всегда заходил через право но тут в разумленные явлениям его святого он отправляется в храм и входит через левую лесенку которая ведет вот в эту крипту и благодаря этому он слышит тихое тиканье которое раздается с левой стороны как раз где обычно всегда стоит в храме жертвенник подходит к жертвеннику и видит там небольшую коробочку внутри из которой то и доносится это самое тиканье он разумеется понимает что это бомба вызывает полицию вызывают военных саперов взрывников которые приезжают и взрывник он сразу определяет что эта бомба вот сейчас взорвется успевает схватить выбросить ее в окно за пределы храма и тут же в ту же секунду бомба взрывается вот так благодаря вмешательства святого филомена остался невредимый отец иустин и не поруган в очередной раз храм в котором он служит и и впоследствии отцу иустину там приходится пережить еще очень много таких сложных моментов но всегда ему на помощь приходит святой иаков святая мученица фатина светлана которую он почитает и святой преподобно-мученик филомен в 2000 году начинается интифада восстание арабов палестины против израильской власти и город набус в котором теперь находится колодец иакова он оказывается полностью блокирован израильскими вооруженными силами жители города не впускают не выпускают из него они оказываются на таком осадном положении долгое время только у ограниченного количества людей в эти годы имеется пропуск для того чтобы свободно покидать территорию набуса и въезжать туда и вот отец иустин становится просто таким ангелом-хранителем для своей арабской арабоязычной паства и для арабов мусульман между которыми он тоже не делает различия в своем таком служении нужны лекарства их привозит отец иустин срочно нужен врач его доставляет отец иустин кому-то нужно передать письмо посылку срочно привезти какие-то продукты все это делает скромный отец иустин и когда интифада заканчивается снимается блокада тогдашний руководитель палестинской автономии ясер арафат хочет как-то отблагодарить скромного священника но тот просит лишь одного он просит чтобы палестинские власти позволили помогли ему закончить восстановление вот этого храма который он так полюбил за годы сужения в нем с великими трудами по копейке он собирает деньги на то чтобы завершить вот это грандиозное строительство храм действительно потрясающие по размерам по красоте и это конечно удивительное чудо то что отцу иустину удалось его достроить в этом мы тоже неоднократно помогает святой филомен однажды рабочие вынуждены прекратить работу потому что у них нет строительного материала нет камня и привезут его только не скоро поэтому чтобы не простаивать они хотят уйти на другое место а отец иустин не хочет терять бригаду работы который очень доволен он молится святому филомену и в тот же день ему поступает звонок из городской администрации и ему сообщают что в центре набуса внезапно обрушилась старинная каменная стена не хочет ли отец иустин приехать и забрать эти камни поскольку они мешают перегораживать дорогу но могут пригодиться ему его строительстве таким образом святой филомен опять помогает без задержек проводить вот это строительство восстановления храма ради которого сам отдал свою жизнь в другой раз у отца иустина заканчиваются деньги которые каждый день выплачивает своим рабочим он опять молится святому филомену святой фатине и вдруг вечером этого дня перед тем как ему надо раздавать паденную заработную плату рабочим приходит девушка с конвертом денег и говорит вот я давно хотела пожертвовать эти деньги на ваш храм но вот только сейчас почему-то собралась вот возьмите ради бога и в этом конверте как раз та сумма которая не достает отцу иустину для того чтобы расплатиться совершенно удивительное чудо происходит уже после того как храм практически закончат в этот момент опять обостряются военные действия между палестинцами и израильскими властями и в наблаз входят израильские танки как вспоминал отец иустин ему позвонила жена его старосты сторожей сказала отец иустин прячьтесь куда-то как можно скорее на улице стоит танк который собирается прямой наводкой стрелять по храму отец иустин выглянул в окно и действительно увидел напротив храм напротив храма увидел танк который уже развернул свою дуло и начал стрелять по храму первый выстрел пришелся по куполу в основании креста от которого все просто содрогнулась и тут отец иустин возопил своем сердце и сказал святой иаков святая фатине отец филомен я по копейкам столько лет собирал деньги на строительство этого храма но защитить его я не могу это не в моих силах сделайте что-нибудь помогите и вдруг отец иустин видит как на том месте куда ударил снаряд у основания купола вдруг появляется знакомая фигура в сером подрязнике и отец филомен начинает махать руками как будто отгоняет какое-то идущее на храм зло танк делает еще три выстрела но снаряды вместо того чтобы лететь в храм падают на мостовую катятся как пустые бутылки ни один из снарядов больше не попадает в храм и танк вынужден был развернуться и уехать прекратив обстрелы вот этого храма так молитвами святого филомена совершенно чудесным образом храм оказывается спасен еще больше чудес конечно святой филомен совершает после того как он был прославлен палестинской церкви и мощи его тоже чудесным совершенно образом были перенесены положены в новом освященном храме этот храм освящен в честь спасителя но его пределы также освящены в честь святого мученика иустина философа в честь мученицы фатинии светланы самарянки и в честь преподобномученика филомена по всему миру сейчас совершаются чудеса по молитвам к святому филомену совершенно удивительные примечательная история одной греческой девушки наркоманки которая находилась в реабилитационном центре по причине своего тяжелого заболевания духовного нравственного и физического в реабилитационном центре в афинах ее родные очень молились святому филомену о том чтобы он помог ей исцелиться от этого недуга но девушка сама никак не хотела взять свой образ жизни и вдруг однажды ночью и снится как будто она и вынуждена с невероятным оберзением есть черного кота и это неприятно противно очень но она продолжает вот есть эту кошатину вдруг этот код пропадает а вместо него она видит перед собой святого филомена она спрашивает кто-то откуда ты взялся и святой филомен отвечает и я родом с кипра но сегодня пришел в афины для того чтобы тебе помочь больше ты не будешь употреблять эту гадость и девушка наркоманка в тот же момент почувствовал какой-то необычайный прилив духовных сил и началось и вот вот воздоровление она прекратила употреблять наркотики пошла на совместную такую работу с врачами и с помощью святого филомена исцелилась от своего недуга множество совершенно удивительных случаев когда филомен вместе с врачами совершают операции и просто чудом врачу это тяжелейших заболеваний множество бесплодных пар тоже свидетельствует о том что по молитвам к преподобному ученику филомену они получили долгожданное потомство и все вот эти конечно случаи ситуации убеждают нас в том что преподобный мученик филомен это один из величайших святых нашего времени и очень бы хотелось чтобы наши соотечественники знали любили почитали его молились святому филомену приносили ему свои молитвы полюбили вот очень также как он любил бога как господь возлюбил его и как он любит всех людей на этой земле и в особенности православных христиан многие наши соотечественники также ездили в набуз колодцу святого иакова и благодарили бога за то великое дарование которое господь оставил нам на этом святом месте где когда-то беседовал с самарянкой подарив своему христианскому достоянию и вот такое сокровище как святые цельбоносные мощи новомученика преподобномученика филомена палестинского молитвами которого да спасет и помилует и нас с вами и в нашей жизни и во все грядущие времена спаси господи аминь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео аминь аминь